Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о нескольких вопросах, которые интересуют пользователей компании Xiaomi. В частности, это про HyperOS 1.1 Global, про HyperOS 1.1 Китай, про HyperOS 2.0 в целом и, конечно же, про обновление стоковых компонентов. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, первое, о чем я хотел бы вам рассказать, это HyperOS 1.1. Наверное, вы все помните такую информацию и там в Телеграме об этом писалось и даже было видео на YouTube-канале про HyperOS 1.1. Но как бы это все вышло на китайском рынке и да, там все было с этим моментом прекрасно. Что же касается глобального рынка, то тут есть некоторые моменты. Лишь только на два аппарата разработчики решили выпустить эту прошивку. Это Xiaomi 14 и Xiaomi 13T Pro. Если же на последнюю прошивку даже вышло и многие поставили и остались довольны тем, что увидели, то на Xiaomi 14 получился небольшой такой скам. Вот даже на своем примере могу вам рассказать следующее, что я являюсь бета-тестером, все необходимые разрешения есть. И как бы та в обновление системы мне пишет, что доступно обновление, но оно пустое. И это все у меня получается на международном индексе. Если рассматриваем европейский индекс, то там с этим моментом все куда будет повеселее. Конечно, хотелось бы вам установить эту прошивку, показать что и как по сравнению с китайской версией, но увы и ах, это пока что скорее всего не получится. Также мы еще думали портировать эту прошивку на Poco F6, но там также есть определенные проблемы. Опять же, если все это дело получится устранить, то я думаю, что и видеоролик не заставит тебя ждать. Касательно теперь HyperOS 1.1 для Китая. Там, конечно, с этим вопросом все куда поинтереснее и поприятнее. На канале есть отдельный видеоролик касательно данного вопроса, там я все рассказал, показал. И если как бы в целом подвести итог того, что я поиспользовал и попробовал на своем примере, то хочу сказать следующее, что действительно HyperOS 1.1 является переходным вариантом к HyperOS 2.0, который уже в скором времени будет показан, но об этом чуть попозже. И в целом HyperOS 1.1 больше направлено, конечно же, на то, чтобы устранять те проблемы, которые не были сразу исправлены в первой версии HyperOS. Лишь только спустя год разработчики нам это все дают попробовать и вообще, в принципе, переосмыслить саму HyperOS. На китайском рынке, понятное дело, больше фишек, больше возможностей, больше оптимизации и тому подобного. Но опять же, мы все с вами ждем глобальную версию прошивки, и я надеюсь, что уже в скором времени многие пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco смогут ее попробовать. Теперь же, что касается у нас HyperOS 2.0. Ну, наверное, это больше всех интересует, потому что у нас уже октябрь месяц, скоро уже презентация Xiaomi 15, и многие ожидают это долгожданное событие. Ну и среди всех, конечно же, я, наверное, больше всего жду данное событие. Вообще, как заявляются разработчиками, что скорее всего, и опять же это в формате слухов, что HyperOS выйдет на некоторые аппараты 23 или 24 октября. А что касается глобальной прошивки, то она выйдет где-то в ноябре-декабре. Если смотреть на прошлый год, то в принципе, где-то плюс-минус так оно и есть. Касательно фишек, которые вот добавляются в HyperOS 2.0 на сегодняшний день, это всевозможные там оптимизации, понятное дело, улучшения, а также небольшие фишки. В частности, мне понравилось, что за последнее время всплыла информация о том, что разработчики хотят добавить расширенную информацию о нашей батарее. Это имеется в виду, сколько циклов было пройдено по нашей батарее и какое, в принципе, состояние нашего аккумулятора. Да, как бы кто-то может сказать, что данной информации верить нельзя, вот есть там другие программы, но я больше сторонник того, что если разработчики дают нам какой-то стоковый функционал, то этим нужно пользоваться. И если говорить про еще одну интересную фишку из HyperOS 2.0, то это Storage Sandbox. Это значит, у нас будет такая резервация хранилища для сторонних приложений, и чтобы они не смогли залезать в память других приложений. То есть у них условно такой буфер создается, и они в формате этого буфера будут именно функционировать. И в принципе, это все, конечно, у нас будет направлено на конфиденциальность наших данных. И последнее у нас на сегодня, это стоковые приложения. Если вы за последнее время пропустили всю эту когорту обновлений, там системные оболочки, безопасности, часов и прочего, то я вам рекомендую обратить свое внимание на эти обновления. В частности, они были вытянуты из HyperOS 1.1 глобальной версии. Что касается системной оболочки, сразу говорю. Там есть небольшая проблема, которая касается свайпа назад, допустим, в Google Chrome или в каких-нибудь приложениях. Да, об этом мы знаем, и да, как бы мы устранить эту ошибку никоим образом не можем. Потому что бытует такое мнение, что данная версия не совсем там совместима с HyperOS 1.0. Ну там где-то процентов на 80 она совместима, а все вот эти вот оставшиеся 20% это то, что у нас вылетают маленькие такие ошибки. В целом с этим можно жить, но опять же, каждый для себя выбирает по удобству. Потому что если вы еще не обновили себе стоковое приложение, если вы не обновили ту же самую безопасность, которая в принципе оптимизирует механизмы работы батареи, улучшает немножко автономность и добавляет новые фишки, то установите себе уже сегодня эти стоковые обновления. И все актуальные ссылки вы, конечно же, найдете в описании под этим видео. Ну и в целом, что я хочу подвести в конце этого видеоролика. Октябрь будет очень хайповым месяцем, особенно в плане прошивок. И потому я рекомендую запастись терпением и дождаться, когда же на наше устройство все это добро будет рассылаться. В каком формате это будет, будут ли доступны прошивки, там их сольют или еще что-то, я ничего про это не могу сказать. Будем все с вами по факту узнавать. Ну а чтобы всегда первыми быть в курсе актуальной и свежей информации, не забудьте подписаться на YouTube, поставить колокольчик на мой, и конечно же подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.